Ее родоначальницей считается знаменитая Айсидора Дункан со своими свободными танцами, лишенными жестких рамок. В Эстонии и Финляндии ее считают национальным видом спорта. Это эстетическая гимнастика. Сегодня ее все чаще сравнивают с синхронным плаванием, правда, на ковре. Задача гимнасток их должно быть от 6 до 10 разыграть на площадке мини-спектакль с элементами танцев, художественной гимнастики и акробатики. Вид спорта с вековой историей появился в России в конце 90-х. Сегодня им увлечены во всех регионах нашей страны. На соревнования в Сочи приехали 100 команд, это около 1000 гимнасток. В югспорте проходит чемпионат и первенство России. Участвуют девочки с 6 лет, юниорки, студенты и женщины. Нас очень много, что тут занять первое место, это очень хорошо, и это уже будет другое звание, на нас будет по-другому смотреть. Также в рамках соревнований проходит турнир, посвященный 15-летию эстетической гимнастики в Краснодарском крае. Кубанские команды представлены практически во всех возрастных категориях. Самая старшая и взрослая команда, выступающая в самой престижной возрастной категории женщины, у нас входит в топ шестерку лучших стран мира. Регулярно выезжают на Кубки мира, на этапы Кубки мира, на чемпионат мира. И завтра начнутся соревнования для женщин. Не отстают и спортсменки помладше. На ковре команда «Волна» из города Сочи. Сегодня у девочек дебют на турнире такого уровня. На курорте этот вид спорта только начинает развиваться, но успехи уже есть. Самый высокий результат мы победили открытое первенство Краснодара, а также приняли участие в первых официальных соревнованиях для данной возрастной категории. Это Южный федеральный Северо-Кавказский округ. И на турнире также обе команды стали призерами, завоевали третье место. «Волна»! 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 На соревнованиях в Сочи тоже есть за что побороться. И это не только медали домашнего всероссийского турнира. Он отборочный к чемпионату и первенству мира. Кто завоюет право представлять нашу страну на мировой арене, станет известно уже 29 апреля на закрытии чемпионата. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.